Виталий, поехали! Итак, по руслым процессам все понятно. По руслым процессам 7 лет назад, когда я думал, что есть о чем рассказать, я как-то структурировал то знание и рассказывал. Тогда еще не было ни списка методов, ни вообще понимания, что зачем делать. Я постепенно за 7 лет полностью изменил вообще свое видение вот этой системы методов оценки расчета и прогноза руслых деформаций. Потому что все изменилось. Вообще понимание, что такое ППР, случаи, которые у нас бывают, при наличии данных, при отсутствии данных, для больших рек, для малых рек, для извилистых прямых. Вот это деление, их еще не было вообще 7 лет назад. 7 лет назад было просто в СН 163.83, возьмите карты, наложите друг на друга и получите ответ. Вот все, что там было. Или возьмите поперечники, у вас есть, видимо, детальный промер, разрежьте его и соберите готовый результат. Потом постепенно все это менялось, менялось, менялось. Потом из этой практики я не удержался, коллеги. Это вот первый вебинар. Первый вебинар, который называется... Сейчас я посмотрю, как он называется здесь в списке. Он называется у нас русловые процессы. ТИУ, практика построения ППР. Практика построения ППР. Вот. Вот там и ППР и строят. Не нужно 5 лет учиться в ВУЗе, не нужно быть супергидрологом. Можно быть просто внятным, понятным человеком, который вообще понимает речку, вообще что-то мыслит. И достаточно вот 10, 20, 40 часов какого-то понимания, что это такое, а потом делать, 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 делать. И понимание вот этого широкого разнообразия методов, оно и позволяет решать задачу в любом случае. Хоть вообще непонятно, что это, непонятно, что с ним происходит, может быть, нет данных, тем не менее, все равно результат выдаем. Вот. Это вот первый, основной, самый-самый крутой и большой тренинг к профессиональным процессам. Ну, с него все и началось. Потом я не удержался и к нему добавил второй, коллеги. Вот меня смотрят в разных местах. Вот. Поэтому вопросы я буду смотреть, видимо, на Ютубе, коллеги. Пока, кроме того, что Виталий написал, что слышно-видно, там никого нет. Точнее, никто не написал. Написано, что сейчас 5 смотрят, коллеги. Если вы меня видите и слышите в Ютубе, то напишите там плюсики, что вы меня там видите-слышите. Я буду подсматривать там. Так. Теперь переходим дальше, коллеги. Второй вебинар называют трусовые процессы теория. Это совсем не та теория, которая рассказывает нормативно в ВУЗе. Совсем другая теория. И мало того, если я это рассказываю по порядку, то я сначала рассматриваю практику. Рассказываю практику. Мы делаем там. А теория, это потом мы начинаем понимать, что же мы делали. То есть на практике сразу можно брать и делать конкретные действия. Сбор исходных данных. Там описание участка, разбирание, что там. Прямой извилистый. Есть карты, нет карт. В общем, все это сделали. И на этом практика заканчивается. Можно очень хорошую практику делать. Я, мало того, я переучивал. Я переучил несколько топографов, гидрогеолога, еще геолога. Вот таких вот совсем других, которые не гидрологи. Они знают природу, знают речку. Они хорошо понимают, что делать. И все и делают. Им не нужно вот это вот сверх какие-то ненужные знания. Поэтому на теорию что мы делаем? На теорию мы погружаемся и мыслим вообще. А почему реки разные? А почему вот здесь размывает? А почему здесь намывает? То есть у нас такая практика. То есть теория. Вот вторая часть. Теория. Штой процесс теории. Это такая вот. Объяснил выход к практике. Вот. Третья часть. Теперь пятнадцатая часть. В конец я переставил. Азы русловедения. Это я еще. Иногда действительно делаю мини-теорию перед практикой. Я ставлю вперед, выношу вперед самые простые вещи. Что вот. Что такое река? Почему река течет? Почему в реке что-то изменяется? Что же там вообще происходит? Что такое деформация? Что такое размыв? Что такое намыв? Какие формы? Это вот действительно уже азы, которые в основном не нужны. Поэтому я переставил его пятнадцатым. Из этих пятнадцати вебинаров поставил пятнадцатый. Если я рассказываю эти вебинары по порядку, то я рассказываю сначала азы. Как вступление такое. Потом рассказываю практику. Там уже действуем. А потом в конце теория мы начинаем понимать, что же мы здесь делали. Вот в таком порядке рассказываю. Кстати, вот на следующую весну назначил, не помню, уже четырнадцатый вебинар. Который будет вот именно так. Он будет продолжаться у меня три с половиной месяца. Вот не знаю, кто туда придет и запишется. И кто это выдержит. Но кто выдержит, те вот получат полностью вот это. То есть это получится такой курс практичный. И с необходимыми теоретическими штучками. Но без ничего лишнего. Которого нигде нет. Вот вообще нигде нет. Любые книжки, которые вы знаете, в вузах там или вообще, это не то там рассказывают. Там рассказывают просто процессы вот не то совсем, что нужно для практики. Так, коллеги. Следующий, третий вебинар называется речная гидравлика. Речная гидравлика. Речная гидравлика – это неправильное название, потому что... Ну, неправильное и неправильное одновременное. Правильное название – это методы расчета уровня воды. Потом там выясняется, что у нас самые интересные случаи – это по рекам. Мы на реках на водотоках сосредотачиваемся. Потом выясняем, что сами водотоки разные. Потом выясняем, что там есть разные случаи. Что есть случаи при наличии данных, при отсутствии данных. При наличии данных мы, значит, одним способом считаем, при отсутствии данных. При отсутствии вот как раз мы к гидравлике и приходим. А потом эта гидравлика разлагается у нас дальше на гидравлику потоков естественных и гидравлику сооружений. Вот такая логика. Там хороший, и он был у меня неоднократно. Ну, если русловые процессы были вообще уже бесконечное количество раз, я не знаю, сколько раз, потому что у меня только официальных вот таких вот больших было 13 в виде вебинаров. Потом были в разных других видах, потому что тот, тот он сделал уже хорошо. По крайней мере, я уже достиг своего потолка, и это, скорее всего, плохо. Потому что, видимо, там что-то другое есть, что-то дальше, что-то нужное. Вот, но пока вот мы дошли до этого потолка, и вот русловые процессы как бы не то, что меня удовлетворяют, они как бы вот уже там надо менять, но надо менять кардинально. И, в общем-то, вот на последних курсах по русловым процессам мы как раз, у нас последний вебинар был посвящен, что же делать дальше. Мы там рассмотрели там вообще совсем другое. Мы в некоторой степени отрицаем те достижения, которые мы делаем на этом же вот, на этом этапе. Так, речную гидравлику я делал несколько раз, вот. И очень интересно, что там вот это единственное место, которое я знаю на русскоязычном пространстве, это вот в этом моем вебинаре, который вот кто-то уже приобрел, вот, где есть алгоритм последовательности всех действий. Потому что все остальное в книжках как-то надо додумывать, как-то вот надо вот, как будто там что-то проскакивает, как будто вот что-то подразумевает. Потому что там как-то теория-теория, и все, применяй как хочешь. Или, когда эта задача как практика, то как будто бы ты уже как будто получил. Вот последовательного, от исходного, от вообще многообразия ситуации в природе, и потом последовательного понимания, какие есть исходные данные, и потом последовательности действий с этими исходными данными, я ни разу в жизни не встречал. Вот там это прописано. Он длинноватый получился алгоритм, но детальный. Поэтому если для правополушарных, которых логика, то им это будет обалдеть как хорошо. Если левополушарный, у которого хочет там творчество, кто хочет воображение, этот алгоритм, конечно, будет тяжеловатенький, длинноватенький. И вот я вам дал какой-то из этих вариантов, не помню какой. Неважно какой, они у всех хороши, потому что там в каждом из них, у нас вот речная гидравлика, она отличается тем, что там исключительно практика. Прямо считаем, 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 считаем. Там такое было, что приходили люди, которые вообще никогда в жизни кривую ку-функционатаж не считали. Так они с первого встречи, с первого раза, прям я их заставлял считать. Так, давайте, вот это делайте, это умножайте, это отсюда берете, это отсюда, вот последовательно. Они строили какие-то красные, кривые, кривые. То есть такие не плавные кривые, а такие кривые-кривые. Вот тоже было. И потом мы по ним пытались понять, почему это произошло. Потом играли с ними, то есть двигали там все эти рычаги, коэффициент шероховатости, уклон. В общем, все это делали. В общем, хороший вебинар, мне нравится. Четвертый вебинар. Гидравлическое моделирование. Это плохой вебинар. В том смысле, что он для практики не нужен. Он нужен вообще нескольким людям в русскоязычном пространстве. На 250 миллионов он нужен, там, не знаю, 10-20 человекам. Это те люди, которые вот имеют гидравлические лаборатории. Есть несколько вузов таких в России, вот, где вот моделируют. Вот я рассказываю там вот этот метод моделирования. Такой вот правильный. Такой вот тоже простой, тоже такой сермяжный, то есть такой приземненный. Что именно нужно сделать на модели. Вот. И мы там рассчитываем модель. Вот. Скучный, нудный, никому не нужный. Это только лишь для маньяков, которые или реально будут работать на гидравлических моделях, или для маньяков, которые вот прямо хотят прям понять, вот, как же это происходит. Потому что в книжках тоже есть хорошие. Книжки есть, книжки хорошие есть, книжки разные. Но вот тут, ну, мне кажется, относительно короткое изложение. Надеюсь, относительно понятное. И очень компактное. И совсем не такое, вот, совсем не такое, как в других книжках по гидравлическому моделированию. Пятое. Гидрорасчеты от дилетанта. Так, сейчас посмотрим, есть ли что-то. А, ты исключился на вопросы. И вопрос, Татьяна, вы когда-нибудь напишите книгу. Собираюсь вот первую книжку, точнее у меня уже есть три книжки. И вот собираюсь сейчас книжку написать по организации гидрометодисканий. Спасибо большое за вопрос. Коллеги, пишите побольше вопросов, потому что сейчас я закончу. Видите, я уже к пятому курсу перешел. Сейчас я закончу про все 15 курсов. И буду отвечать на ваши вопросы. Если будут вопросы, буду отвечать. Не будет вопросов, не буду отвечать. Так, поехали. Гидрорасчеты от дилетанта. Видео есть в Ютубе. Почти все. В Ютубе, по-моему, 12 штук. Вы получите все 16 штук. Цена то, что там, кроме видео, вот те, кто заплатит 2000 рублей, те, кто переведут мне эти 2000 рублей, те, вы получите ссылку. И вот это все будет у вас в руках. Там будут еще и презентации, там будут еще нормативы, там будут примеры расчетов. Вот это будет все гидрорасчеты от дилетанта. Но это мой самый плохой вебинар по моему пониманию. Я его специально назвал от дилетанта. Потому что я это не понимаю. Я просто делюсь своим опытом, каким дурацким таким. Вообще, честно говоря, опыт у меня по гидрорасчетам обезьяний. То есть я не понимаю, что я делаю. Но я просто знаю, что я это делаю. Я просто знаю, что где-то какие-то есть формулы, я знаю, что где-то какие-то есть коэффициенты, где-то какие-то данные надо брать откуда то, и какие-то данные надо брать из других мест. Например, там поискарт, надо снимать уже параметры водосбора. И вот это я там рассказываю. Поэтому для меня этот вебинар самый провальный, самый грустный, самый скучный, самый позорный. Но меня греет другое. Этот вебинар бьет все рекорды по отзывам. Это единственный, можно сказать, вебинар, на который постоянно идут отзывы. Постоянно люди говорят. Я ничего не понимал. Мне было очень тяжело и очень сложно вообще. И вот нигде ничего не было. А я вот нашел твой курс. Я вот его слушал. Потом я его переслушивал. И я что-то находил там новое и новое. И я наконец-то понял, как делать. Вот, коллеги. Поэтому по эффективности он удивительно хорош. Но он дилетанта, позорный такой. Коллеги, переходим к пункту 6. Мой вебинар, который называется гидрологическое обстанование точек сброса. Хороший. Детальный. Там есть такое знание, где нет нигде вообще. Вы знаете, что не существует ни одной книжки о том, как делать гидрологическое обстановление точек сброса. И нет даже вообще-то и ни одного норматива. Потому что это вот происходит где-то по наитию. Потому что требования бассейнах водных управлений, они вот формируются просто от бассейнах водных управлений. Они не прописаны никаких нормативных документов. Вы не можете найти норматив, который бы регулировал полноценное взаимодействие с БУ. Это происходит просто набиванием шишек. То есть своим опытом. У меня этот опыт есть, такой многократный. Поэтому там я излагаю, и там я рассказываю прям по порядку вообще, что делать. Минус этого подхода у меня, то, что этот подход срабатывает только для одного бассейна водного управления, только для Невского ладжа, где я работаю. Потому что опыт показывает, что в каждом бассейн водном направлении, в связи с тем, что нормативы, в которые бы регулировали их деятельность, в этом не существует. Соответственно, они что хотят, то и делают. Поэтому я рассказываю там исключительно под Невскладовское. Под Невскладовское рассказываю вот то, что надо. Коллеги, итак, шестой. Закончили герогическое обставание точек сброса. Хороший. Рекомендую. Там я тоже замахивался писать книжку, но у меня что-то духа не хватило. Хотя материал там вообще был идеальный. Там можно было прям выдать его прям вот в ухо. Вебинар номер семь. Называется «Выполнение программы регулярных наблюдений с заводными объектами». То есть вот этот тридцатый приказ, форма 6.1, 6.2. Ну и 6.3 тоже, просто там про 6.3 особо рассказывать нечего. Поэтому мы концентрируемся на 6.1, 6.2. Там вообще-то все просто. Коллеги, если вы работали по выполнению программ, то там детально разбираем все детали. Детально разбираем детали. А если вы никогда не работали по выполнению программ, то может быть это и не нужно. Коллеги, это седьмой был вебинар. Коллеги, вебинар номер восемь. Называется «Взгляд эксперта на инженерное гидрометеорологическое заскание». Это я просто рассказываю свой опыт. В связи с тем, что я пять лет был экспертом по инженерному гидрометеорологическому сканию. Там очень интересно. То есть вот это видение совсем другое. И тут вообще-то слушать, вообще это ненужный вебинар. Потому что становитесь сами экспертами. И тогда вот вы тут увидите взгляд с той стороны, и потом у вас полностью изменится вебинар с этой стороны. Потому что там совсем будет другое. Ну и это был шажочек. Потому что сейчас я это в какой-то мере рассказываю и показываю в вебинаре, который называется «Организация гидрометеорологического скания». Там у нас есть один часик, который вот и есть взаимодействие с экспертом. Я там в основном все это рассказываю. Ну тут подлиннее. Тут несколько часов. Коллеги. Переходим к вебинару номер 9. Называется, я его называл «Психологический аспект гидрометеорологического скания. Когда то». Ну и так он почему-то так и остался под таким названием. Но на самом деле это вовсе не то. Это никаких там не психологических аспектов. Это просто взаимодействие. Взаимодействие инженера-гидрометеоролога-изыскателя с всеми, с кем ему приходится взаимодействовать. С начальником, с подчиненными, с начальником начальника, со смежниками, топографами, гидрографами, геологами, экологами, с заказчиком, с проектировщиком, с экспертом, с местными жителями. И там, например, с гидрометслужбой получает данные. Много разных. Вот мы обзираем, как же с ними взаимодействовать. Где какие там подводные камни, где себя как надо вести. Вот все. Коллеги. Закончил 8-й вебинар, 9-й вебинар. Сам себе гидролог, коротенький. Он, по-моему, в аудио. Потому что из этих 15 вебинаров, я не помню сколько, но примерно половина это видео с презентациями и половина аудио. Презентации есть почти везде. Но вот они лежат в папочках, которые вы получите. Но вот сам себе гидролог, там не только не видео, а аудио. Но там еще и нет презентации. Там я просто рассказывал с нуля. Он небольшой. Он, по-моему, там примерно 6 часов этот вебинар был. Вот я там рассказываю просто опыт вообще, что делать. Для того, чтобы перестать работать рабом за 30 тысяч в месяц. Делая работы на 300 тысяч или на миллион, или даже вот у меня есть приятель. Он главный гидролог, а у него нет подчиненных. Он сам главный гидролог, сам все выполняет. И он говорит, что они за год выполнили работу на 30 миллионов. То есть он фирме принес 30 миллионов, а получил зарплату, ну пускай даже 50 умножить на 12, там 1 миллион. Вот так вот не надо 1 миллион в год получать, надо 30 миллионов в год получать. Вот я там рассказываю эти первые шаги, как вот перестать работать за фиксированную сумму. Потому что фиксированная наша нищета гарантированна. А если вы становитесь получать все деньги, то у вас гарантированно будет больше. Вам кажется, что это сложно, но когда вы перейдете в то состояние, вы подумаете, почему же я раньше вообще не переходил в состояние. Оказывается, там вот совсем все проще. Это вообще просто, жить становится проще. Коллеги, сам себе гидролог. Десятый пункт. Одиннадцатый вебинар называется «Полевые работы». Тоже я специально там прямо даже написал в анонсе, что не полный курс. Это я просто рассказываю. Там, по-моему, 8 часов было, 8 пунктов. Последственно проходили полевые работы. Измерение уровня воды, измерение уклона воды, определение уровня воды, измерение скоростей, соответственно, расчеты расходов воды. Взвешенные наносы, влекомые наносы, ну еще что-то такое. И вот так вот. Просто полевые работы, как это делать. Это одиннадцатая часть была, коллеги, одиннадцатый вебинар, не длинный. Вот если первые пять вебинаров очень длинные, это русловые процессы, практика, русловые процессы, теория, речная гидравлика, гидравлическое моделирование, гидроасчеты, это очень длинные, там 15-30 часов. Потом, гидрологическое обоснование точки брус-бруса, программа регулярных наблюдений, взгляд эксперта, это примерно по 10 часов. А остальные пошли уже по 6-8 часов, небольшие такие. Поэтому одиннадцатый мы закончили полевые работы и переходим к вебинару 12, который называется «Специфика малых рек». Это совсем маленький вебинар, по-моему, на 4 часа. Но он очень сильно, вообще, вот этот вебинар, он очень сильно изменяет мировоззрение полевика. Точнее, не полевика, нет, изыскателя. Вот мы с вами, изыскатели-гидрометеорологи. Вот это вебинар, который меняет мировоззрение бывшего студента, бывшего научного сотрудника, бывшего такого вот гидролога вообще, который вот знает гидрологию. Так вот, он знает гидрологию, он об этом, он знает гидрологию, но он не знает, что это гидрология больших рек и средних рек. Потому что все, что написано в книжках, все, что рассказывают вот эти профессора в вузах, они неосознанно, сами не понимая этого, рассказывают всегда большие и средние реки. Вот малые реки, малые дотоки. А еще сейчас мы с вами уже раздухарились и уже выделяем, мы с вами практики, мы выделяем сверхмалые. Вот эти малые и сверхмалые, они вот как-то теряются. А в практике у нас практически всегда малые и сверхмалые. Для нас большие, более необычные. Нам реже встречаются Амур, Волга, реже встречаются. Там один раз, а потом 99 всякой ерунды. Так вот там эта мелочь, она очень сильно отличается, я там рассказываю вообще, не знаю, по-моему, штук 100 разных отличий, которые отличают большие водотоки и малые водотоки. Вот, и выясняется, что раз такое гигантское различие, то мы-то что? А мы-то вот то в учебниках, да в школе, в вузе изучали. А в практике у нас то, то есть отличий насколько много. Фактически мы делаем совсем другое. Так, закончили 11-й. А, 12-й специфика малых рек, переходим к 13-й, основа гидрометозыскания. Честно говоря, это зря я вам его даю, потому что все, что там, я потом это еще раз переписал, переделал в 14-м. Поэтому сразу в 14-м перехожу к организации гидрометозыскания. Вот, организация гидрометозыскания, это сейчас мой самый лучший вебинар. Мне он больше всего нравится, потому что раньше руслопроцессы был самый лучший, самый такой востребованный, я туда вкладывался. Но там как бы вот уже есть результат. А вот здесь результат он как бы вот скоро будет. То есть здесь много есть мелких результатов по теме организации гидрометозыскания. Но еще надо как-то вот это вот облечь в оболочку, что, кстати, вот сейчас я в какой-то мере с помощью тех участников вебинара организации гидрометозыскания сейчас я это с вами реализую. Да, вы помните, мы там один алгоритм сделали, сейчас я вот уже записал себе, что надо мне второй алгоритм сделать. Вот, и оттуда получится, вот может быть что-то получится. Вот, поэтому 14-я организация гидрометозыскания, это вот именно организация гидрометозыскания, это не выполнение. Мы там касаемся всякого рода выполнения, но поясняется, что выполнений много-много-много мелких разных. А вот организация, она одна большая единая. И вот сама организация, она даже структурирована и алгоритмализирована. А вот там внутри уже, там уже творчество, там уже надо подумать, что же там делать. Вот, все я вам рассказал эти 15 курсов, поэтому сейчас переключусь на вопросы, посмотрю. Готовьте вопросы, пишите, все какие будут, все будут отвечать.